Господь наш Иисус Христос говорил в пустыне, когда его искушал дьявол, что не единым хлебом будет питаться человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И в этот комплекс входит, конечно же, наше общение с Господом, то есть молитва. И в Великом посту должно быть много молитвы, спокойной, не спеша, не суетиться, не отвлекаться. И вот на Акафисе я пришел к такому мнению, что надо, наверное, на эту неделю сделать какой-то перекур с частыми публикациями, даже несмотря на то, что это нужно, нужно для моей души немножко спокойствия, потому что у людей очень много проблем, и они никуда не деваются, а лично у меня начинаются другие проблемы, потому что теряется вот это равновесие духа, спокойствие в молитве, нерассеянность, оно девается, потому что все время тебя отвлекает, звонят, пишут, ты все время обрабатываешь информацию, думаешь, как ее подать, как так сделать, чтобы объяснить правильно людям, что нужно сейчас, здесь и сейчас помочь на ту или иную операцию, на те или иные проблемы. И когда я сам бывал в таких сложностях, я понимаю, что срочность превыше всего, но в то же время я понимаю, что мне нужно немножко как-то перекур, поэтому я, наверное, думаю, с недели уединюсь и немножко надеюсь, побуду сам в себе и как-то проведу время немножко использовать для души. Я еще не знаю, как это сделать, но чувствую, что надо. Поэтому, что вы думаете по целому поводу обвусковано опишить, но в засыпку скажу, что с Почаева семинарист просил помощи на операцию, и срочно надо делать операцию, потому что доктора говорят, я не помню, как звать тетю, Зина, наверное, будет проблема, будет беда, она может умереть, и надо срочно делать, потому что там какой-то кальций собрался, еще как камушек, который забился в сердце, и он тяжело качает, и, в общем, надо срочно делать операцию. Операцию назвали около 200 тысяч древен, 50 из которых есть, еще надо 150. У нас там нет еще 150, поэтому я сказал ему, чтобы он договаривался, что я верю и знаю, что Господь и Матерь Божия нас не оставят. Поэтому, как всегда, кто может, возможность обязательно помогите. Ну и прошу молиться, чтобы Господь разумел, как мне все-таки остановиться, немножко передохнуть, и все-таки углубиться в молитву. И, видите, вот недаром крест выносят, потому что как-то и дух устает, и душа, и все, и тело, естественно. Поэтому прошу молиться, чтобы Господь помог мне набраться где-то и правильно сил. С вами был Жизнь и Радость, Найдяк. Всем доброе утро с Акафиста, Свято-Успенского категория на соборах. Кто живет в Одессе и не ходит, тому двойка. Субтитры подогнал «Симон»